Главное в решении вопросов ЖКХ это диалог между жителями и властью. Именно такой диалог и состоялся на муниципальном форуме «Управдом», который прошел в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Основной темой мероприятия стала работа Московского областного единого расчетного центра. В последнее время именно платежки с ошибками заставляют населению больше всего проблем. Поэтому разобраться с некорректными базами данных сегодня приоритетная задача. Сейчас нужно просто решить главную задачу – навести порядок в этих платежах, в базах данных, исправить все ошибки, из-за которых люди стоят в больших очередях. Непонятные долги в квитанциях, задержка в печати платежных документов, бесконечные очереди в отделении расчетно-кассового центра. Жители смогли пожаловаться на некачественную работу и задать вопросы на все интересующие их темы. На какие-то вопросы им ответили, какие-то вопросы взяли на контроль, какие-то вопросы требуют решения. К примеру, один из таких важных вопросов – задержка печати квитанции. Жители поинтересовались, сколько еще платежные документы будут выходить с опозданием. Представители Московского областного расчетного центра уверяют, срок задержки удалось сократить. ЕРЦ стремится к тому, чтобы полностью устранить отставание по срокам. В марте у нас квитанции задержались уже на пять дней. На сегодняшний день я вам докладываю, что в 10 часов утра Щелковское муниципальное образование в лице нашего управления отправило все платежные документы на печать. Кроме того, представитель расчетно-кассового центра отметил, что ведется активная работа по внесению изменений в некорректную базу данных. По оценкам начальника территориального управления МОСОБЛ ЕРЦ, корректность квитанции в этом месяце составит более 80%. Принял участие в работе форума и руководитель районной администрации Алексей Валов. По его словам, в муниципалитете сейчас действительно немало проблем ЖКХ. Но многих из них удалось бы избежать, если бы руководители некоторых управляющих компаний вели свои дела честно. Все-таки большой процент износа домов, но самый главный процент износа сознания руководителя управляющей компании. Оно поизносилось, конечно, надо ему создавать уже новый формат. Я думаю, что вот такими формами управдом мы им сознание это на место поставим, что на рано или поздно они все пойдут по открытой схеме работы. Обратили внимание на эту проблему и представители общественности. Особое возмущение у них вызывает факт того, что пока одни стараются решить проблемные вопросы, другие на фоне сложившейся ситуации пытаются отстаивать только свои интересы. Некоторые политические силы, наоборот, раскачивают этот угод и, пользуясь вашим дефицитом информации, печатают в своих газетах ту информацию, которая иногда даже не подтверждается. Вместо того, чтобы вести конструктивный диалог, участвовать и являть те управляющие компании, которые разворачивают деньги. Власти района согласились с представителями общественности. На проблеме произвола руководителей управляющих компаний политические очки зарабатывать просто нечестно. Что же касается нечистых на руку коммунальщиков, то их, по словам руководителя администрации, будет ждать честное и справедливое расследование правоохранительных органов. Все, кто нарушил закон, будут наказаны. Работа идет. Рано или поздно пересажают всех. И тех, кто воровал раньше, и тех, кто ворует сейчас, и те, кто думает дальше, продолжают воровать.